По поводу Кристины Тимановской. Рома рассказал, поставил запись. Ну, послушайте. Ну, даже спортивный суд говорит, что нет. Отклонил запрос белорусской легкой атлетки, которая просила отменить решение Центрального олимпийского комитета республики об отстранении от участия. И затем она говорит, я отказался возвращаться в Минск, а ты не можешь остаться в Японии. Ну, все, если ты не выступаешь, ну, к сожалению. Жалко ее, жалко. Дурочка сломалась ей всю жизнь. Передом, заметьте, ни Америка, ни Франция, ни Англия, а вообще Польша. Да, гуманитарная виза. Ну, то есть все, как со Степановыми. Сольют девчонку. Зато сейчас все на ней бчбшники хайпанут. Вот, вот, давай, чего. Ну, и... А могла бы пробежать в трех дисциплинах. А не получилось. Тут еще у нас страшное развитие событий. Это же просто сказать невозможно. Так возмущаются Шахназаровым. Это просто беда. Володимир Решетун пишет. Уже от Раши и Беларуси бегут. Дурак украинский. Точнее, бандеровский. Украинцы люди умные. А ты дурак бандеровский. У тебя в стране уже населения не осталось. Из Украины все сбежали. А ты несешь чушь. Кстати, хочу вам показать мудрые, глубокие слова Владимира Александровича Зеленского. Вы, как его увидите, вы ему их поставьте. Нужно ли Украине вступать в ЕС и НАТО? И ждут ли нас там на самом деле? Вот вопрос. Можем эту дискуссию начать со второго. Мое мнение. Я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут. Никогда. Не хочу чувствовать себя ущербным. Не хочу чувствовать себя второго сорта. Конечно, круто. Особенно сегодня. Если можно вот так сделать, ну я бы как, я не хочу так сказать, я бы как умный человек, иначе получается, что я оскорбил других. У меня вопрос по НАТО. Мы знаем, что такое НАТО. Войдут войска, и мы будем защищены от акрессоров. Да, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты твои? Кому надо в Конституции людей закрепить? Я не понимаю, вы дипломаты, или вы хер знает кто? Ну вот я понимаю, я договорюсь с НАТО, если это возможно. Хотя там такие условия. У нас война на территории, это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в альянс. Как это Жванецкий говорил, приятно познакомиться и подружиться с Мохаммедом Алином, жить под его руководством. Не готов. Да. Нет, я просто хочу объяснить. Вы внимательно, вы слышали это, да? Вот еще разочек. У нас война на территории, это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в альянс. Как это Жванецкий говорил, приятно познакомиться и подружиться с Мохаммедом Алином, жить под его руководством. Не готов. Да. Он тоже не хочет в НАТО. И Зеленский не хотел в НАТО. Ой-ой-ой. Союз на условиях ни потери, ни зависимости нашей страны. Прекрасно. Хорошо, кто нас где ждет? Пусть они скажут. ЕС к нам стучится? Ребята, пожалуйста, мы вас хотим. Чего вы отказываете? Да нет. Что же случилось с Зеленским? Ну, с Гордоном ладно, понятно. Человек всегда был кретином. А с Зеленским-то что случилось? Ась! Вот почему, как только он стал президентом, у него в башке сразу все куда-то делось? Угу. Ну, понятно. Понятно. Это же нормально все, правда. Главное обо всем забыть. Но у нас сегодня будет Анатолий Шарей. Я посмотрел, конечно, у него мощнейший ролик. Про некую Латынина. Латынина ведь вещает на эхо Москвы, я правильно понимаю? Я же ничего не путаю. Это же там сборище идет всех этих удивительных русофобских ничтожеств. Интересно, кто оплачивает их прекрасную жизнь? Ах, да, Латынина же типа писатель. Ну, да, конечно. Человек, прославившийся своей безграмотностью и неностью ко всему русскому. А вот это что такое? Люди из зеленцев. Я хочу сказать литовцам, что на самом деле бороться против мигрантов незаконных очень просто. Для этого надо всего лишь каждого нарушителя, нелегала, перешедшего границу, посадить бога ради, не в тюрьму. Ну, просто вот в какое-то место... Ребята, найдите мне, я не хочу, чтобы нацистские марши звучали на заднем плане, хотя это наиболее точно отражает позицию этой негодяйки. Найдите мне это чисто не у людей и зверей, а вот прямо в чистом виде. Потому что, знаете, я вам скажу честно, меня просто трясло от ненависти, когда я слышал этот рецепт от нацистки Латыниной. Латынина, я говорю тебе, я тебя презираю, и ты нацистская мразь. Вот то, что ты себе позволила, ты перешла все грани. Ты абсолютная нацистская мразь. Я вот вам покажу, при том Эхо Москвы, это еще у себя публиковало этот нацистский текст. Я вам в таком виде. Я хочу сказать литовцам, что на самом деле бороться против незаконных мигрантов очень просто. Для этого надо просто всего лишь каждого нарушителя и нелегала, перешедшего границу, посадить не в тюрьму, бога ради, просто в какое-то место, обнесенное заборчиком, давать ему булку хлеба, 2 литра воды, и каждого добавочного сажать туда же. Когда количество задержанных превысит 10 человек на квадратный метр, а количество еды в виде хлеба и воды останется прежним, то все, кто не может вспомнить, откуда они приехали, как их зовут, все эти прекрасные люди сами немедленно выразят желание вернуться на родину. А новый, таинственным образом, перестанут поступать. Это говорит группенфюрер. Нацистская идеология в чистом виде дожили. То есть эхо Москвы теперь предоставляет трибуну нацистам для высказания взглядов. Им мало было некого Невзорова. Они теперь вот это... Ну, Анатолий об этом, я думаю, подробно расскажет. И как некто Венедиктов к этому относится. Ну, хотя, с другой стороны, чему удивляться от людей, которые с радостью, напомню вам, дождь и эхо с радостью раскручивали тему по поводу, а зачем вообще надо было защищать Ленинград? Так что от этих сволочей можно ждать чего угодно. Просто можно ждать чего угодно. Просто сволочи. Я вот хочу, чтобы было ясно и понятно. Латынина – сволочь нацистская. И не надо мне рассказывать, что она женщина. Напомню, что среди надзирателей концлагерей были женщины. И какова была их судьба? Вот Латынина – нацистская сволочь. Тем временем, страшную обиду на Михаила Шахназарова высказала гражданка Ахиджакова. Лея Меджидовна Ахиджакова и Оксана Баршева, она же Ксения Ларина, провели рекламную кампанию для канала «Шах и мат». Лея Меджидовна так старалась, что даже передразнила автора канала. Давайте попробуем посмотреть. Ну, сейчас мы, как всегда, должны пережить. Пока мои жадные редакторы, несмотря на наличие денежных средств на это. Так, смотрим. Это «Шах и мат», авторский канал Михаила Шахназарова. Здравствуйте, микрофон Михаил Шахназарова. Мишка, надеюсь, ты там не материшься, а ты не успеешь. Я, кстати, должен ребятам интервью. Всегда есть что посмотреть, есть над чем поразмыслить, есть над чем подумать. Есть, Мишка, у тебя там 25 минут. Это долго. Покажи мне просто Лею. Ну что, поехали. Вчера в мессенджерах меня начали атаковать Миша сама, великая Лея Ахиджакова. Она, я говорю, извинилась. Нет, Миша, она побывала в гостях у программы «Диферамп». Программа «Диферамп» выходит на «Эхо Москвы», да, а ведет ее Оксана Баршева. Да-да, это та самая, что Ксения Ларина. Оксана Баршева. Театр без алкоголя без меня, театр с алкоголем и со мной. Много интересных программ, значит, ведет Оксана Баршева. Она же Ксения Ларина, она же Елена Канцелебогин, да, как говорили в одном известном фильме. Хорошем фильме, в котором Лея Ахиджакова. Это же Эльфа Петрова цитирует, Миша. Ладно, давайте по порядку. Как канал «Шах и мат» рекламировала Лия Меджидовна Ахиджакова, про которую сам Валентин Гавс сказал. Везде играет одинаково актриса Лия Ахиджакова. Поехали! Вот есть такой, я прям прошу. Ксюш, Ксюш, посмотрите, «Шах Назаров», у него канал называется «Шах и мат». Я знаю этого человека, он в свое время устраивал провокации и против меня лично. А-а-а! И распространял, да, распространял омерзительные совершенно тексты. Он часто у Соловьева выступает в эфире. И, да, этого человека я, к сожалению, тоже знаю и понимаю, для чего вообще его держат. Ложь на лжи. Последний раз я был на программе Владимира Соловьева три года назад. Постоянно бывает на программах Владимира Соловьева. Он проводил мне провокации. Госпожа Оксана Андреевна Баршева. Доказательство. Докажите. Иначе это клевета. Почему вы начинаете эфир с Леей Меджидовной Ахиджаковой с лжи? Почему? И дальше можете посмотреть на сайте. Но, ребят, найдите мне конкретно вот этот фрагмент. Я даже его, по-моему, выделял куда-то. Там очень забавно. Вот как две барышни вот прям вовсю переживают на эту тему. Ну, просто реально очень забавно. Я прям смотрел и удивлялся. Ну, и думал, как же им не скучно. Они обвинили, что какое право имеет Шахназаров говорить от лица русского народа? Какое право? Да, 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 действительно. Какое право. Они пытались обвинить Мишку в антисемитизме, но решили, что как-то не очень заходит. Во, появилось. Да, давайте. А он же обвиняет в русофобии. А в чем русофобия? Вот этот Шах и мат. В чем русофобия? Значит, Ренат Ташимов. Он это, Йорничек, говорит. Автор, режиссер. Поляк. Бениамин. Бениамин, он это намекает. Коц. А кто главная актриса? Лия Меджидовна Ахиджакова. И все это ненависть к русскому народу, говорит армянин. Да, я тоже, кстати, удивляюсь. А кто уполномочил товарища Шахназарова успеть от имени русского народа? От имени русского народа поливать театр грязи. Хорошая фраза, да? Кто уполномочил армянина от имени русского народа поливать грязи? А скажите, а уполномочия выдаются кем? Кто выдает уполномочия говорить от полномоченного лица русского народа? Лия Меджидовна Ахиджакова. Лия Меджидовна, а на что намекает Шахназаров? На какой этап вашей биографии? Вы и ваша семья замечательная, обласканная властью. Вот я открываю Википедию, и там прямо описано. Вы родились в Днепропетровске, украинское, сэр, прекрасно. Выросли в театральной семье в Майкопе. Отчим Меджид Салехович Ахиджаков – главный режиссер Адыгейского драмтеатра. Мама Юлия Александровна – актриса Адыгейского драматического театра. То есть в чем проблема? Объясните, пожалуйста. В 10-летнем возрасте, когда ее мама, тетя умирали от туберкулеза, Лия Ахиджакова написала письмо Сталину с просьбой о помощи, и редко новые лекарства было доставлено. Скажите, пожалуйста, я просто реально хочу понять, вот что вам лично плохого сделал советский народ, советская власть? Вы так искренне ненавидите? Вы мстите им за что? За то, что когда-то в 10-летнем возрасте написали письмо Сталину, но это поступок ребенка. У вас это всюду есть. То есть вот за что? В советское время вам не давали играть, не давали работать. Вы с 77-го года в современнике, 61-го в московском Тюзе. Вы закончили ГИТИ с имени Луначерского в 62-м году. То есть в чем проблема? Вот за что такая ненависть? Вот что пошло не так? Нет, я понимаю, что наверняка что-то должно было произойти. Вы за что-то мстите стране и власти, которая всегда вас любила. Великие актеры имеют право на невеличие человеческой личности. Их все равно не помнят как людей, помнят их роли. Вы знаете, актерам иногда очень полезно заниматься в своей непосредственной деятельности. Разочарования меньше. Ну, просто реально. Существенно меньше разочарования. Ну, а госпожа Ларина... Я помню, как лжец Венедиктов. Кричал, что я вынужден из-за угроз, которые идут от Соловьева и Шафран, спрятать Ларину за границей. Хотя она и так по полгода из-за своего статуса должна была жить в Португалии. Но старичок-то, как всегда, соврал. Но это неудивительно. Удивительно другое, что... Все делают, что это нормально. Ах, да, потому что это же свои. Ну, конечно.